Дорогие друзья, доброе утро всем. Тогда у нас тема такая... Я даже не знаю, как на неё говорить, да? Но попробуем про неё говорить тогда. Всё обо всём. Мы сколько-то времени будем разговаривать об этом тогда. Такие злобладневные темы среди молодёжи, которые постоянно поднимаются. Мы об этом поговорим и потом с удовольствием встретим на какие-то вопросы, если у кого-то они будут, и прям вот можем такой хороший диалог устроить. Меня зовут Алексей Романов, я молодёжный пастор церкви «Слово жизни» в Москве. Армен Асатрян, молодёжный и подростковый пастор церкви «Слово жизни» в Москве. Валерия Колдушка, декан библейских семинаров «Слово жизни» в Москве. Давайте мы похлопаем тогда им, да? Господу и им тогда. И начнём тогда. Лера, тебе слово. Спасибо. Мы... Я постаралась подсобирать наиболее такие вопросы, наверное, которые никогда не утихают там ни в домашних группах, ни в общении в каком-то там просто свободном. И каждый год так или иначе они поднимаются. Эти вопросы задаёт, наверное, почти каждый новообращенный, который приходит в нашу церковь. Вы, наверное, задавались этими вопросами. Мы сегодня решили вот ещё раз их поднять, чтобы, может быть, какие-то новые мысли у нас появились. И первое, почему мы пройдёмся, это алкоголь. И как здесь классно написано, а уже, может, можно по бокальчику вина. И, соответственно, первый вопрос. Честно, что Библия говорит об алкоголе? Чтобы вот как бы задать сразу тон того, о чём мы говорим, или как, чтобы вы понимали, что не просто мы собрались все, которые против, и такие мы сейчас будем типа спорить друг с другом. Не то, чтобы у нас есть разное мнение касательно употребления алкоголя, но к терминологии есть вопросы. Лера, например, часто топит о том, что христиане называют пить алкоголь – это грех. И тебе это слово не нравится? Да, расскажу свою логику. Как я тебе задал твой вопрос? Да, спасибо. Молодец. Вот, это мастер-класс ещё по такой беседе. Расскажу свою логику. Мы с вами протестанты. И я согласна с тем, что, наверное, 99% протестантов не употребляют алкоголь. Ну, может быть, ладно, 80%. Но в нашей церкви, как минимум, есть одно из ДНК – это что мы дружелюбны, да, и у нас есть единство отношений с другими конфессиями. То есть есть православные католики… Это ценность наша. Ценность, да, спасибо. Которые мы также считаем их христианами. И вот здесь мы можем сказать, что у католиков и православных 80% употребляют алкоголь. Пьющих. Пьющих. Да, спасибо. Пьющих. И, соответственно, когда мы говорим, что алкоголь – это грех, это значит, что примерно 80% православных и католиков мы, образно говоря, отправляем в ад. Нет, мы не в ад отправляем, мы просто согрешили. Ну, согрешили, да. Но я имею в виду, что они же даже не думают в этом кайфе. То есть согрешили, не сразу же в ад попал вверх. Не сразу в ад, но если за нераскаянный грех. Ну, короче… Вот. И для меня это нарушение некой логики, да, поэтому… За что напрягается Лера о том, что мы, как христиане, часто, когда молодежь приходит к нам и говорят, алкоголь – это грех или нет, мы говорим грех, и как бы все. А думающая молодежь начинает спрашивать, а почему же это грех? И мы говорим, не спорь грех. Да. Все. Да, но хотелось бы немного больше. Ну, вот апостол Павел говорил, что женщинам как бы непозволительно, вот, да, вот, все-таки задают вопросы, да, вот. И вот Лера из тех девушек, которая задает вопросы часто нам, и нас приводит самих в ступор, и как бы разобраться в этих вещах. Армен, вообще, к тебе вопрос, алкоголь – это грех или нет? Я думаю, что… Говори, как ты думаешь, а не как тебя Лера научила уже. Ну, я не называю грехом, я очень против категорически. Вот. Вот, почему против? Ну, здесь много моментов. Ну, самое, наверное, распространенное, что молодежь, я скажу про молодежь, я не буду говорить про людей в мире, я скажу про людей, с которыми я сталкиваюсь. То есть, молодежь, которая пьет, или, ладно, выпивает, чаще всего они доходят до абсурдных вещей, делают то, что не нужно было делать, а потом жалеют за это. Поэтому лучше не пить, в общем, чем-то пить. Вот как. Да. Лично твои причины, почему ты не употребляешь алкоголь? Ну, я могу, наверное, уже из-за того, что тема давно избитая, да, и много разных кейсов есть на эту тему. Первое, ну, мой отец умер от алкоголя. Он был алкоголиком, умер, бросил на нас, когда мне было 9 месяцев. Почему? Потому что вот просто так себя вел. И потом как бы до этого довел. Потом у меня был второй отец, отчим. Умер тоже от алкоголя. То есть в моей семье два мужчины, которые были, они оба умерли от алкоголя. Это первое. Второе, я за опыт служения в своей жизни, и это как бы не Библия, Лера тоже нас просит разделять опыт от Библии, да, вот это все. Мы часто то есть смешиваем. У нас даже преподаватели, у меня преподаватель по систематическому богословию говорил, не надо сбрасывать все в одну корзину. Ну, это ключевая фраза, которую я запомнил из систематического богословия. Но я не встречал еще людей, вот я прям даже, правда, не встречал людей, которые употребляли бы алкоголь, они остановились бы на какой-то определенной дозе алкоголя, который они употребляли. И вот больше не развивались. То есть обычно они начинают это вот, ну, как бы ты с чего-то начинаешь, куда-то идешь. Второе, я встречал, не встречал людей, которые приходили бы и говорили, что мы употребляем, и у нас все классно, семья, и брак, и все здорово развивается. А я встречаю людей, которые говорят, вот мой муж начал выпивать, и потом вот это все произошло. Или сейчас случай происходит, когда девушка или женщина начинает выпивать, и потом все это расходится. Вот. Ну, и опять же, сама по себе статистика, которая говорит о том, что люди делают в состоянии алкогольного опьянения, она, конечно, ужасная. И вот это все, как бы, в совокупности, ну, еще можно там много всего добавлять, говорит мне о том, что я не хочу употреблять алкоголь. Более того, я видел среди христиан, употребляющих алкоголь. Расскажу вот такую простую историю. Мы были много лет назад, плюс-минус 10 лет назад, я был в Германии, была встреча одних служителей, я тоже был на этой встрече. И всегда есть такие, как, когда ты первый раз встречаешься с людьми, ты, ну, скромный, стесняешься там, и все прочее. Были такие-таки, у меня там было несколько знакомых, с которыми мы сразу увиделись, начали, привет, как дела, и мы такие, ну, стараемся общаться такие, да. А были скромные. Вечером мы пошли все вместе кушать, и так получилось как-то, скромные ушли в одну сторону, они как-то вот, как-то так договорились. И вот те, которые уже друг друга знали, ушли в другую сторону. Получилось так, что за моим столом, где я сидел, никто не употреблял алкоголь. Ну, мы такие все, нам как бы так хорошо. Те скромные, когда вышли за стола, лица были, во-первых, красные, и они так шумно разговаривали. И они меня убеждали, что на нас алкоголь никак не влияет. Я видел, что они изменились вот так. Они стали веселыми, шутить, смеяться там и все прочее. Думаю, ну, как бы как не влияет, конечно, влияет. Поэтому еще одна вещь, мне очень нравится, как пастор Мацулла говорит об этом, он говорит, мои дети никогда не увидят меня употребляющим алкоголь. Но мне трудно, вот люди говорят, часто европейцы нас осуждают, говорят, вы там не свободные, западные христиане, вы не свободные, вы там не знаете меру или дозу, да. Но даже я буду знать меру, вот образно говоря, но человек, который увидит, что я употребляю алкоголь, начнет употреблять алкоголь и потом к чему-то пьет. Поэтому для меня, как для служителя, лучше я не буду, как Павел говорит, есть мясо. Ну, хотя мы при Лере мясо ели много раз, да. Что она тоже стала с нами есть мясо. Да, вот. У меня пару мыслей по поводу меры, да. Ну, вот, допустим, можно пить. Ну, просто чисто представьте, что мы такие... Нет, пить можно, в смысле, вот, по Лериной логике. Да, по Лериной богословию здесь можно, понял. Ну, вот, а сколько можно? Ну, типа, есть какая-то там доза, ну, или там какая-то миллиграмм, ну, или как определить, сколько можно? Или, например, другой вопрос. Ну, если пить можно, то можно быть пьяным? Ну, или там просто в хлам, например. Это тогда христианская история? Или Библия не говорит о том, что, наверное, пьяный – это грех, да? То есть это можно. Пьяница не наследует Царство Божие. А, наследует все. Не наследует. Не наследует? Не наследует или не наследует? Не наследует. Пьяница. То есть, получается, есть какая-то мера, после чего ты пьяница. Это должен прикидывать состояние. И вот эта мера, вот она какая, вот это 20, 50 или 100 грамм, понимаешь, да? Или вот из какого? Вот если это вино, или это водка, или это пиво. Вот это вот как по граммам определить? Вот это очень сложный момент. Это одна история. Вторая история, вот, Лер, к себе вопрос такой. Вот, например, ветхозаветные священники, ну, им запрещено было употреблять вино. Ну, те, которые служили при храме и все такое, потому что они были, ну, они были служители Божьи. Ну, то есть, и им запрещалось употреблять вино. Ты с ней по Писанию меньше разговаривай, давай. По Писанию с ней меньше разговаривай. Почему? А у нее много там... В их очередь. Им запрещалось пить... Я сейчас на ее зону иду. Да, им запрещалось выпивать, в их очередь служения. У меня вопрос такой. Почему Иисус отказался от того, чтобы пить вино в момент, когда Он воскрес и сказал, все, с этого момента я не буду пить, пока мы снова не встретимся. Ну, то есть, когда Он придет. Почему решил Иисус воздержаться? У меня такой вопрос. Он не будет пить, а написано, что Вы не будете употреблять. Нет, Он сказал, с этого момента я не буду пить, пока мы снова это встретимся. Так, пока еще место из Писания. Я просто не... Ну, как, возможно, по-другому видела этот стих из Библии. Я думаю, что, опять же, глядя на еврейскую культуру, да, и потом на всех учеников, ну, тут, наверное, всегда можно обратиться к культурному контексту, что, тем не менее, они в какой-то мере алкоголь употребляли. Но вот то, что ты сказал, что меру найти очень сложно, наверное, да, это такой важный аспект. И хотела вернуться к тому тоже, что Алексей говорил о том, что важно понимать, что есть алкоголизм как болезнь. То есть, бывает так, что человек выпивает, ну, прям чуть-чуть, и для него это последствия на всю жизнь, что он будет зависим даже от маленькой порции. А есть люди, которые могут выпивать литрами, ну, там, два дня им плохо, и они живут дальше. Наверное, проблема наша в том, что мы не знаем, кто из нас какой человек. И то, когда я теоретически, я не пью, но, ну, почему мы не хотим быть соблазном? Потому что если человек смотрит на кого-то и думает, ну, мне тоже можно, а у него вдруг какая-то предрасположенность и хроническое потом заболевание, для него это будет катастрофой жизни. То есть, мы тоже должны понимать, что есть люди, у которых именно на уровне здоровья им нельзя просто употреблять алкоголь. И поэтому, конечно, здесь мы как христиане, да, с заботой относимся к людям, которые вокруг нас. И учитывая, что в нашей стране эта культура расположена, ну, как развивается, то это значит, что намного больше риск, что кто-то из наших близких может оказаться в этой проблеме. Поэтому, опять же, здесь из-за любви к ближним мы лучше, знаете, как окажемся на шаг от границы, да, чем перейдем эту границу. Вот, потому что тоже очень важно, что, ну, вот и все реабилитационные центры и все остальное, они различают эти два случая, поэтому с людьми можно тоже разговаривать по-разному. Ну да, и Лера, еще же есть такая хорошая статистика, не статистика даже, наверное, а примеры вот из современной жизни, да, как служители потеряли служение и потерпели целый крах из-за того, что там был какой-то, ну, какая-то... В моей жизни есть такие тоже примеры, конкретно я знала людей, которые вот перестали служить из-за того, что начали употреблять алкоголь. В принципе, алкоголь можно взять к любой сфере, да, например. Люди говорят, я вот это могу делать или вот это могу делать. Лучше нам чего-то не делать, чем что-то делать. Поэтому, когда мы с молодежью разговариваем, наш аргумент не такой, что это грех. Мы говорим, я так, по крайней мере, в своей жизни говорю, это может привести тебя ко греху. То есть я не хочу целенаправленно делать что-то, что может привести меня ко греху. То есть играть с этими вот границами, о которых Лера говорит, лучше не стоит. Почему? Потому что много людей, которые играли там, они оказались в плохой истории. Поэтому лучше быть чуть дальше, да, для того, чтобы не сделать какие-то вещи. Ну и опять же, вот эти христиане, которые разбираются в промилях, я думаю, зачем нам эта информация? Они вот приходят и говорят, знаешь, сейчас столько-то промилей можно. Я думаю, тебе зачем эта информация нужна, как христианину? Нам эта информация абсолютно не нужна. Сколько промилей можно, чтобы права не забрали? Зачем эта история? Вот поэтому в этом случае, касательно алкоголя, лучше, если вы разговариваете с молодежью, с молодежными лидерами, с кем угодно, и можете иметь дискуссию. Вот, например, когда мы разговариваем, у нас нет такого, что мы нервозно разговариваем. Нам подходит и говорит, алкоголь можно употреблять? Мы такие, нет. И когда ты так разговариваешь, люди сразу понимают, что у тебя какая-то проблема. Мы говорим, ну давай поговорим. То есть мы разговариваем. И тогда, когда ты свободный, когда ты легко говоришь об этом, можешь дискуссировать и приводить различную аргументацию, это гораздо эффективнее, чем просто ты шарашишь Библией по голове и все. Они еще возьмут, да не дай Бог прочитают Библии. Точно. Но я тоже могу добавить от себя, что я в 10 классе написала реферат о влиянии спирта на организм человека. Просто вот это было задание. И честно, я пришла в церковь чуть позже, но после этого реферата я вот для себя поняла, что я не буду употреблять алкоголь, потому что для организма человека не бывает дозы, которая бы не повлияла на организм. Я понимаю, что мы от этого не умрем и какие-то другие вопросы, но не бывает вот так, чтобы вообще не повлияло. Поэтому для меня это, вот тогда даже тот реферат все для меня поставил как бы точку в этом вопросе. Поэтому это тоже одна из тех мотиваций, почему я не употребляю алкоголь. Ну, а Лера, она по образованию химик. Да, химик-фармацевт, я химик-технолог, поэтому тут мне ближе это. Но тогда у меня следующий к вам вопрос. Вот мы говорим так про алкоголь. А кола и кофе тоже влияют на организм? И вот почему мы про это так не разговариваем? Ну, я не встречал людей, которые бы в состоянии выпил чашку кофе и пошел жену избил. Ну, или колу выпил. То есть, ну, я как бы, это же как бы… Смотря как Жанна кофе сделала. Ну, это Карену слизу же вопрос. Это настоящий Арменин. Карену слизу, да, вопрос уже больше. Ну, я к тому, что, да, есть вещи, и об этом тоже часто спорят люди, говорят, вот вы против алкоголя, потому что он разрушает здоровье, там все прочее, а вот как вкусные точки, да, как KFC и что-нибудь такое. Это плохо. Ну, в смысле, я не встречал пока, по крайней мере, людей, ну, подростки, может быть, они говорят, Макдональдс, это классно, да, но, в принципе, ты понимаешь, что это плохо и стараешься этого меньше делать в своей жизни. Но, опять же, есть вещества, которые тебя приводят в состояние аффекта, но я тоже не встречал человека после биг-тейсти, такой, пошел, ну, сейчас убью кого-нибудь, пойду. Нет, ну, я видел человека, который не понравился, и он с этим… с человеком, который готовил, спорил, скандалил. Еще я встречал человека, который покушал, а потом добрее становился. Это тоже такое, да. Даже маг. Да, хорошо, тогда мы перейдем к следующей теме. А, все, вам разрешили, да, все? А, нет, давай, давай, давай. Давай твое заключение, нет, твое заключение, давай. Да нет, ничего, я ем все. Главное, чтобы пожаренное было, вот, зенина, там, шашлыки, все. Хорошо, тогда идем дальше, да. Тату. Следующая тема, которая… Группа такая музыкальная. У нас каждый год на каждой домашней группе обсуждается этот вопрос. Вот я из-за того, что служу в этом служении, могу точно об этом сказать. Итак, для начала, первый простой вопрос. Почему в нашей церкви мы просим… Нет, татуировки – это грех или нет? А, ладно, да, татуировки – грех. Мы должны так, с таким вопросом, подходить сюда. Татуировки – грех или не грех? Давайте с этого начнем. Ну, давай, пускай будет грех. Мы тут решили, что будет грех. Ну, давайте первый. Я разговаривал несколько недель назад, я был на встрече молодежных лидеров со всего мира, молодежных пасторов, и так, ну, мы там на третий день сидели, смеялись, разговаривали уже так, атмосфера хорошая такая. И мы что-то заговорили про татуировки. Я показал им свою руку, у меня здесь несколько шрамов есть, и сказал, у меня здесь были раньше татуировки. Потом их, ну, не было там пластической хирургии, поэтому я пришел в поликлинику на Воровского в Челябинске. Меня просто это ножом срезали, отсюда кожу взяли и сюда пришили. И три месяца она приживала. Она то так отпадет, то не отпадет, короче. Я вот это все им рассказываю, они смотрят, я смотрю, там уже кого-то тошнит, кому-то плохо. Ну, вот реальная история. И я говорю, ну, зачем я это сделал вообще в своей жизни? Потому что когда я это решил убрать, потому что я хотел, чтобы, ну, какая-то началась новая жизнь для меня. Потому что мне трудно было, я приходил куда-нибудь, я говорил, я из церкви, а у самого здесь безотцовщина, здесь скрипичный ключ, а здесь скорпион какой-то черный набитый. И люди смотрели, точно из церкви. Не из тюрьмы, из церкви, да, то есть, ну, вот вся эта история. И, ну, это как бы моя история, да, вот такая шуточная. Но на самом деле, изучая вот эту историю с татуировками и молодежи, одна из причин, почему молодежь хочет сделать татуировки, это выделиться. Самовыражение. Где-то это оранжевые волосы, где-то татуировка, где-то взбунтоваться, где-то показать, что я вот решаю, что я главный, что я там то-то другое, пятое-десятое. И вот это является проблемой, когда ты хочешь сделать что-то, что сделать нельзя. Ну, например, в обществе. Да, я нахожусь, захожу в лифт, там три человека, и я хочу прыгать в этом лифте. Ну, я понимаю, что это нельзя, да, но я начинаю прыгать, а мне все равно, да. Я не прав. Не потому, что прыгать нельзя. Прыгать грех или не грех? Не грех. Но вот в том атмосфере прыгать не надо, да. Ну, например, в Сингапуре нахожусь, а жвачку на пол бросать нельзя. Я ее не буду бросать там, потому что, ну, нельзя это делать, да. Вот здесь, наверное, это больше для меня, по крайней мере, культурный вопрос, чем... Ну, я не очень-то люблю, когда люди начинают там ради умершего на теле разбирать вот эту всю историю. Там одно местописание с татуировкой связанное, его начинают сильно размазывать, вот разглагольцы по нему. Поэтому для меня это больше культурный вопрос. И вопрос, штаны не нравятся, я их через неделю поменял. Подарил их Лере, Армену, кому угодно, да. Купил себе другие, и все. Статуировка не так, да. Последнее расскажу, да не буду занимать много времени. У меня дочь спросила, папа, можно волосы покрасить? Я говорю, я красил. Да. Другая подошла и говорит, я не хочу зубы чистить. У меня тогда не было двух передних зубов. Я подхожу к ней и говорю, я тоже не чистил в детстве. Ну, как бы все стало понятно. С татуировками такая же история. Ну, то есть у меня вот прям больная моя история. Да. Армен, если к тебе подходит подросток или молодежь и говорит, хочу сделать татушку, что ты отвечаешь? Ну, во-первых, я спрашиваю, почему ты хочешь это делать. И очень важно, чтобы понять, докопаться до сути. Иногда желания, они мотивированы какими-то вещами, ну, где-то подсознание, да, где человек сам не понимает, почему он хочет. Просто желание пришло и все. Но желание сам к себе не приходит. Ну, то есть вот ты что-то видишь, что-то смотришь, где-то, ну, как хочешь так же, да, то есть ты начинаешь подражать. И особенно, если мы говорим про подростков и молодежь, они все равно смотрят за тенденцией, за трендами, они хотят быть современными. И многие вещи можно прослеживать. Например, как недавно, да, вот он, может быть год назад, когда Моргенштерн, он, например, начал красить ногти. И я заметил, что много мальчиков такие, можно я покрашу ногти черного цвета? Я говорю, а зачем тебе это надо? Ну, то есть у парней ногти черные могут быть только в том случае, если там, например, там молотком ударил, да, вот, и черный как бы. У меня на ногах черные ногти. Вот, и тогда я говорю, а почему ты хочешь? Потому что я понимаю, что он хочет, потому что он что-то посмотрел, хочет кого-то подражать и так далее. И тогда я стараюсь докопаться до сути. Ну, давай посмотрим. Ты видел где-то у кого-то? Он говорит, ну да, видел. А где ты видел? Вот у этого человека. А вот кто этот человек, да? То есть и начинаем мы как бы разговаривать и доходим до того, что он реально начинает понимать сам, почему он хочет этого. И тогда мы начинаем с этими вещами разобраться. То есть хорошо, если мы говорим про внутренние мысли, чувства, какие-то вещи, почему человек хочет. И когда он понимает, что на самом деле это его желание только потому, что он хочет из-за этого, тогда суть уже меняется. Не потому что я хочу, а потому что на самом деле общество на меня сильно влияет, мои друзья меня на школе тоже влияют, я как-то отличаюсь от всех, и мне хочется. И тогда мы начинаем говорить о внутренних каких-то проблемах, помогать ему пройти это. Поэтому вопрос, мы не говорим так, что это грех, мы против и так далее. Хотя у нас есть этика нашей церкви, что мы говорим, что если ты хочешь служить, то мы так не делаем. Наши церкви так принято. И тогда понимают, что окей, это не приветствуется. И тогда человек вам принимает, я хочу служить вообще в будущем, я вообще планирую здесь что-то делать. Если да, то лучше тогда не надо, сейчас точно не надо. А если нет, то все равно помогаем как бы разобраться с такими с вами внутренними проблемами. Ну и здорово, наверное, помню еще, когда я вот сама была в молодежке, что приди через год, если ты еще хочешь сделать, поговорим второй раз. И 99, да, там и 9 процентов не доходят через год с таким же вопросом. Еще же есть целая история, например, когда ты разговариваешь, я говорю, я в принципе-то не против каких-то вещей. Ну я в смысле, ну я как человек, да, например. Давайте возьмем христиан в гонение. Первые эти 250 лет римских гонений, они себе били эту рыбку, чтобы когда их хоронили, понимали, что они христиане. И хранили их не по другим традициям языческим, да, а по христианским традициям. Или крестик они себе где-то набивали, там, или еще какие-то вещи. Но это для того, чтобы понимать, что для них тогда набить крестик – это все. Это выйти, грубо говоря, на площадь и сказать, что я христианин в исламской стране. Ну то есть вот примерно так. То есть это как бы, вот тогда это как бы окей, ну это их как бы, да, история. Или, например, я разговаривал с одним из служителей, он рассказывал свою историю, почему у него там вот здесь это крест был набит, ну крест. Он говорит, я был алкоголик, наркоман, вообще все плохо было, да, там из Европы. И потом он рассказывал свою историю, как он пришел к покаянию, как Бог достиг его, и он говорит, я в знак того, что, ну, а у них в культуре и так все забитые. И он говорит, я решил для себя этот крест напечатать, это для меня, ну, как бы знак вот такой, знаешь, мой. Я его понимаю, у меня никаких вопросов к нему нету. Ну то есть это его какая-то история, его жизнь. Но мне, как служителю, вот как Армен говорил, потому что я без татуировок, я смог служить гораздо большему количеству людей, чем если я был бы с татуировками. То есть я себе обрезаю круг сразу же, вызываю кучу конфликтов и всего остального. То есть я, ну, если бы я приехал сегодня, опять же, как миссионер, например, в Северную Корею, я сначала бы понял, что у них делать не надо, а не просто бы начал делать то, что у них не надо делать. Ну то есть я же хочу достичь больше людей, в этом мой смысл. Без татуировок я смогу достичь гораздо большего количества людей, чем с татуировками. Ну и у меня еще последняя смешная история, я скажу, у меня два друга есть, они два молодежных пастора, и они два бывших кольщика татуировок. И они говорят, что сводят татуировки гораздо больше, чем их набивают. Вот. Ну и еще одна смешная история. Мы с ингапурсами разговаривали, я говорю, поймите, у нас в стране каждая татуировка в прошлом что-то значила. И они уже у них, они не понимают, о чем вообще речь идет. Я говорю, ну вот тут звезды на коленях, это значит, никогда не станут перед милицией на колени. Ну, говорю, а вот там купола с церковью, да, это каждый купол, это снова пошел куда-то в тюрьму. Я говорю, а если ты не ту татуировку не там себе сделаешь, тебе будет плохо в тюрьме. А как плохо, я даже объяснить не могу им, как им плохо будет. Да, ну вот такая вот история у нас. Это интересно. Хорошо, следующий вопрос по поводу вейп сегодня, да, вейп. Это Кармену, это я, кстати, прошел эту тему, я был в подростковом служении, служил подростком, когда были сигареты нормальные. Вот это все электронное, Кармену. Я тебе, почему ты сигареты называешь нормальные? Давай, это к тебе вопрос. Сигареты, вейп, в чем принципиальная разница с точки зрения, может быть, именно состава? Ну, если про составу, да, я сам. Я не знаю состава, Армен, это к тебе. А я откуда знаю, я не употребляю. Но то, что знаю, да, что сигареты, это больше связано именно с травой, все, что выращивается, скручивается, и вся вот эта история. А вейпы, это больше про жидкость, про химию и про всю вот эту историю, вот. Но и то, и другое не полезно для человека, особенно даже сейчас иногда подростки говорят вейп, вейп. Ну, сейчас не говорю про все стороны, да, вот, например, одна из них. Сегодня продается, например, куча всяких семей, кто никто не знает, что это такое. Они это выпускают дым и все. Ну, то есть, но он не знает, что происходит и какие вообще эффекты приводит на человека. И опять же, может быть, изначально это как-то что-то было придумано, вот, чтобы, типа, было место сигарет, наоборот, типа, изначально, чтобы люди поменяли неполезное на что-то хотя бы другое, чтобы было бы полезным. Но опять же, все это скатилось к тому, что люди, которые, ну, не знают, что делать, или просто хотят зарабатывать деньги, они делают как могут. И это приводит гораздо больше вреда, чем пользы. Поэтому вот эта разница, наверное, всегда. Да, и, наверное, вот добавлю к тому, что ты говоришь, когда там появился табак, 19 век, да, наверное, в Америке большинство плантаций табака принадлежало именно баптистским пасторам. И они были теми. Но потом только уже, когда появились исследования о том, оказывается, как это вредит здоровью, конечно, это в христианской культуре стало, да. Есть фотографии Чарльза Эспержина с сигарой. Но опять же, он говорит, потому что тогда не было такой информации, и когда его пристыдили… А ты знаешь, да, историю? Да, да, да. Ему принесли сигары, на которых было написано, эти сигары курит великий проповедник. Да, великий проповедник, и он после этого понял, что да, как раз-таки это ужасный вот и пример, и образ. Вот, и он перестал это делать. Ну, то есть мы тоже должны понимать, что все новое, оно не исследовано, и что эта химия даже сейчас уже говорят о том, что приносит даже больше вреда, чем сигареты. Вот, поэтому здесь, наверное, все новое, да, и что как-то мы все жертвуем маркетинга, да, что вот классно, более полезно, но однозначно мы не можем этому быть подвержены. И для меня здесь тоже вот этот стих, что ничто не должно мной обладать, да, здесь, наверное, вопрос еще, это зависимости, да, и возможности, вот сколько ты можешь без этого прожить. И тут, конечно, люди обычно ломаются, поэтому в целом, как христиане, мы против этого. Ну да, и к хайпу, наверное, всегда нужно относиться очень аккуратно. Когда что-то поднимается такое новое, хайповое, трендовое, надо подумать, окей, а что это? Ну, подождать какое-то время, потому что изучить, понять вообще, что происходит. И сейчас, когда закончится эта история, появится новая история, и они будут появляться, появляться, появляться. Нам нужно научить молодежь, чтобы они в церквях думали, прежде чем что-то делали или куда-то бежали. Да, это вот, простите, вернусь к черным ногтям, вчера Кирилл Деденок был, и он такой говорит, ну, надо на юз с черными ногтями. Ну, это он пошутил, говорит, нет, потому что настолько быстро появляются разные тренды и уходят, что если бы церковь пыталась вот как-то всему этому следовать, мы бы потеряли себя. Поэтому нам нужно вот, ну, быть просто теми, кто несет ценности, которые вот сквозь века. Следующий вопрос, пластика. Сегодня это пластическая хирургия. Пластика. Как вы, вот вы как пасторы, как, давайте так, сейчас. Где мы сделали пластику? Ну, Лера. Я хочу, ну, наверное, спросить у вас в трех таких разделах, как вы относитесь как пасторы, как мужья и как отцы. То есть, да, потому что одно дело говорить там для церкви, а другое дело, если вот там дочка придет. И меняется ли отношение, и, может быть, ответы меняются. Лера, я занимался пластической хирургией до того, как еще стала мейнстримом. Да, да, тут-то, конечно, да. Да, у меня вот вазелин здесь у меня. Поэтому, когда сегодня говорят, это новая тема, я говорю, нет, это уже, я могу много еще рассказывать, куда люди себе еще закачивали. Я думаю, что все должно, опять же, иметь меру, ну, вообще понимание, как все это происходит. Например, сегодня люди делают коррекцию глаз. Плохо это или хорошо? Ну, больше хорошо, чем, да. Это исследовано, это проверено, это там работает, да. Но есть некоторые врачи, которые делают коррекцию глаз, они сами себе не делают коррекцию глаз. Ну, потому что, говорят, что до конца не исследовано, да. Это как бы одна сторона. Нужно проверить вообще, как это все повлияет в будущем, да. Например, я точно знаю, что некоторые девушки никогда не смогут сделать больше так. Ну, мы будем играть с ними в игру, и они это никогда больше не смогут сделать, да. Но это, опять же, их тело, их дело, да. То есть это как бы… Из-за того, что губы себе делают, накачивают, не могут уже вот так сделать. Не могут, да. Я тебе пару сестер скажу, можешь поиграть с ними. Я не пробовал просто. Ну, я к тому, что, и опять же, потом, ну, иногда это, может быть, опять же, какие-то побочные вещи, да. В том плане, что есть же, как бы, вот там, ну, куча разных историй, да, например. Ну, вот мы смеемся с татуировками, да. Ну, вот предыдущая тема была. Но девушка, которая делает себе здесь бабочку, ну, дай бог, если она, во-первых, не поменяет свою фигуру, она же у нее туда-сюда, у нас у всех фигура туда-сюда, да. Беременность, роды, вот эта вся история. И потом бабочка вот здесь вот медведицей становится, да, где-то на спине уже. Это как бы с бабочкой, ладно, бог с ней. Но, нет, есть те, которые могут ухаживать и ухаживать за татуировками, ну, и там своя история. Но вот здесь точно так же, это же происходит куча разных вещей. Например, мы троем делали, закачивали вазелин в кулаки, у двоих загнило, и там операции, там чуть ли руки не потеряли люди. Да, у меня чудом каким-то это все так вот осталось. Ну, к тому, что надо тоже посмотреть, подумать, что происходит. Во-вторых, можно сильно увлечься этим всем историей. Потому что всегда ты, когда начинаешь себя переделывать или доделывать, тут уже, знаешь, как у меня есть друг, у нас есть общий друг, пастор Борис Готовцев. Он любит с машинами все делать. Он никак не остановится. Он уже там что только с этой машины не сделал. Все, что он вложил в машину, уже стоит дороже машины. Ну, вот реально, думаю, Борис, уже остановись, уже все, хватит уже. Ну, то есть вот здесь точно тоже можно уйти в какую-то другую историю. Но есть одна такая аргументация, когда люди пытаются себе там что-то переделать в организме, они говорят, как будто бы Богу, что ты мне не таким сделал. Вот такая, да, какая-то история. Поэтому я думаю, что должна быть какая-то мера в согласии с мужем-женой, потому что это вот какая-то семейная история. Я не думаю, что церковь должна выступать против, что пластической хирургии это плохо. Я думаю, не думаю так, да. У меня есть друг, он покупал обувь себе, и через несколько месяцев обувь разлеталась. Ну, там с ногами что-то у него было. У него как-то так мизинцы неправильно росли. Пошел в больницу, и отрезали ему два мизинца, и теперь обувь не разлетается. Ну, это Челябинск. Да? То есть он вопрос решил, да? Ну, зато обувь не разлетается больше, все нормально. Лишние пальцы были просто. Да, просто он их отрезал, и все. Да, поэтому я не думаю, что церковь должна выступать против этого всего, но должна быть мера. Но я тоже проповедовал недавно, знаешь, интересную мысль, что я не встречал еще вот сильно переделанных людей и очень добрых. Обычно они какие-то злые, раздраженные, все такое. Думаю, ну, вы же как бы, ну, люди сильно увлекаются другим. Внешним. Когда лучше бы вложить эти все средства, может быть, в доброту в своей жизни. Кстати, еще этот, вспомнил историю про татуировку с бабочкой. Говорит, что такое грустный? Говорит, я это на спину Ленина набил. Говорит, а что грустный? Говорит, чем больше я старею, тем он больше улыбается. И про это, про лишнее. Что, например, много людей говорят, что зубы мудрости надо удалять сразу. Даже Господь сотворил, нет? Я не знаю, у меня с зубами долгая история. Мы про зубы не поговорим, наверное. Не, ну просто это тоже странно. Ну, типа, если Господь дал, то зачем удалять? Здесь опять начинается медицина, польза, не польза и все такое. Я думаю, что Господь вряд ли не полезные вещи в организме человека. Здесь есть здравая теория эволюции и теория того, что просто нам теперь они не нужны. Мы едим другой тип пищи. Так они мне нужны. Не, а раз вы, я тебе объясню. А раньше нужны были. Леру мы этот вопрос не будем задавать, да? Но парни себе бреют под мышки. Но Господь же создал волосы там. Да. Так, все, все. Ну, я к тому, что есть вещи, которые... Хорошая тема, давай развивай. Ну, или ногти, зачем мы их стрижем? А сейчас со стороны девчонок есть бодипозитив, поэтому сейчас тема тоже как-то. Ну, я к тому, что есть, наверное, вещи, которые... Ну, то есть человек хочет маленько по-другому выглядеть. Я не думаю, что Господь покарает, накажет. Вот это я так не думаю. Я думаю, главное не увлечься во всю эту историю. Ну, с другой стороны, в Библии написано, что не надо краситься и все вот эта история. Да, сережки не надо одевать, конечно. Все это. Мы не одеваем. Господь не создал. Мы не одеваемся, Арменом. Это шутка, да. Что шутка-то? Написано же в Библии. Это просто... Да, точно. Ну, наверное, это просто, да, к тому, что мы понимаем, что Бог дает нам свободу выбора, да, что это все-таки наша жизнь. Но, да, наверное, если человек все время себя меняет или что-то хочет изменить, то это вопрос, а доволен ли он вообще, может быть, он чувствует какую-то недостаточность. Если к тебе придет там... Патрик. Ну, не Патрик. Патрик придет. Хотел сказать, будущая дочка, ну, образно говоря. Ну, то есть ребенок, не знаю, Патрик, да, или вот к тебе придут девочки, скажут, вот хочу что-то изменить. Может быть, как бы вы вообще себя чувствовали? Ну, я точно сяду, буду разговаривать. Разговаривать не так, что нельзя. Ну, то есть вот этого не будет у нас, да. То есть мы сядем поговорим, а вообще, может быть, не в этом проблема. Потому что сегодня, например, когда человек хочет что-то себе исправить, ну, внешне, а может быть, на другой акцент сделать. Ну, то есть не обязательно, может быть, я не знаю, как. У меня вообще есть другой друг. У тебя что-то много друзей. Слава Богу. Говорят, в жизни не блажен. У жены были ноги немножечко иксом. Он ей сломал колени, но не в смысле он в больнице, и сделали прямо, знаешь, ну, то есть вот эта вся история. Ну, ну, с другой стороны, может быть, можно юбкой это исправить длинной. Ну, не обязательно ноги ломать. Ну, хотели они, да. Ну, я читал в Библии, что женщины это немощный сосуд, надо их принять просто и все. Не немощный, но и мощнейший. Ты с Библией тут у нас Лера, знаешь, она аккуратнее. Ну, я к тому, что, то есть, может быть, можно как-то по-другому исправить. Не обязательно вот это все делать, да. Ну, опять же, Армен говорил, да, что некоторые вещи проходят. И ты потом сидишь и думаешь, а что мне теперь с этим делать? Вот я с кулаком хожу, да, зимой мерзли, что с ним делать? Ну, нечего теперь жить до конца жизни. Да, ну, то есть, наверное, как наш вывод, да, или мы можем посмотреть, что перед тем, как что-то сделать, надо 30 раз подумать о мотивах, да. Ты недоволен собой, например, почему, да, или вот что является причиной, почему хочется там изменить свою внешность. Потому что мы понимаем, что если волосы покрасить, это норма, то почему бы тогда не изменить, да, какие-то другие. Лера, я вот подытожу три темы, да, наверное, какие-то, да. Когда мы говорим про алкоголь, мы не рекомендуем употреблять алкоголь. Вообще. Как церковь, потому что он приводит к пагубным последствиям. Не говорим, что это грех, но не рекомендуем. Да, татуировки мы тоже не рекомендуем, но мы не можем запретить людям. С пластической хирургией здесь сами люди должны уже решать. На самом деле много чего, что происходит, это воздействие желания, хотения. Это больше именно такая жизненная история, что мир сильно влияет на человека и говорит, какой должен быть человек. Но когда человек приходит в Божье присутствие, например, да, я, ну, по крайней мере, в моей жизни, я ни разу не заметил, я пришел к Богу и чувствую, что мне надо, ну, нос поправить, нос поправить, да, или там, не знаю, там, бороду постричь, например, да. Но что я чувствую, я чувствую, что внутри Бог хочет, чтобы я внутри изменился. То есть Бог, Он обращается про внутренние вещи, а мир говорит про внешние вещи. И вот здесь, когда мы про внешнее сильно начинаем увлекаться, значит, мы даем очень много внимания на мир и на то, как нам мир диктует, а не то, что говорит Господь. Поэтому здесь вот этот момент тоже баланс. Обычно, когда человек приходит, ты понимаешь, откуда это пришло, да, то есть почему он так думает. Вот здесь надо помочь человеку больше Бога познавать, узнавать. Я не говорю опять, что ничего не надо делать, может быть, что-то надо поправить, да, там, или отрезать. Вот, ну, это как бы здесь лично его жизнь. Но в целом увлекаться этим и становиться человеком-трансформером, да, который там все пришили, поставили там, и уже не выглядит так, как он должен выглядеть. Мне только, знаешь, хочется, чтобы, например, люди, которые сделали себе пластику, и она какая-то не такая, чтобы они тоже могли смеяться над этим. Сами, чтобы, знаешь, чтобы была такая, самая ирония была у них. Вот это было бы хорошо, чтобы они не обижались-то, потому что, ну, чего уж обижаться-то. Хорошо, и тогда еще один вопрос. Это сожительство сегодня. Сегодня популярная тема. Да. Ну, поживем вместе, посмотрим, подходим мы друг к другу или нет, и потом будем жить дальше. И особенно такой момент, что гражданский брак, все чаще сегодня люди говорят о том, что настоящая любовь, это сложно, надо искать, давай вот попробуем, там, зачем заполнять все эти бумажки, там, ЗАГС и все остальное, если вот мы можем просто так. И первый вопрос, вообще, гражданский брак, как явление, да, что это было, как это было, вот, наверное, тут... Ну, в Библии где есть гражданский брак? В Библии... Так, гражданский брак. Что это такое? Ну, вообще, да, вот, как явление, да, потому что, ну, в Библии мы понимаем, что люди... Вообще не было института, вот, в Ветхом Завете. Смотри, я думаю, что сейчас, ну, там, я не знаю, там, взять 20-30 лет назад наше общество, западноевропейское, там, вот, маятник был в сторону, вообще, брак только вот, ну, я, например, удивляюсь, да, люди женились, не зная друг друга и жили всю жизнь вместе. Ну, то есть, вот, они познакомились на свадьбе, поженились и жили всю жизнь вместе, а сегодня есть люди, которые встречаются несколько лет, женятся и разводятся. Я думаю, как те прожили, не зная друг друга, как бы, да, то есть, они нашли где-то, ну, возьмем, например, там, Восток или Кавказ, да, то есть, люди, ну, то есть, у них нет вот этого всего, что есть, поэтому я думаю, что маятник оттуда пошел сегодня в эту сторону и доходит до абсурда. Например, в западном обществе сегодня говорят так, не надо давать друг другу обещания на всю жизнь, давай поживем, посмотрим, как будет, и потом будет все это дело, да. Бумажки – это лишь формальность, то есть, я думаю, что вот эти все вещи, которые атакуют общепринятый брак, по крайней мере, в нашей стране, это вот разные вот эти вот, как, ну, пунктики, да, которые, эти говорят, давай поживем вместе, попробуем, другие говорят, бумажки, неважно, третьи говорят, ну, давай, вот, не знаю, там, съедемся через какое-то время, да, там, ну, все эти моменты, я думаю, что это как раз, вот, маятник уходит в другую сторону, и когда он дойдет до самого безумия, он опять пойдет в ту сторону. Хорошо, в принципе, гражданский брак, наверное, тоже, как и мы сегодня утром обсуждали о том, что исторически оказывается, что это был момент, что именно такой брак назывался, когда именно священник не благословлял, то есть, это люди, которые перед государством регистрировали свой брак, но именно священник их не благословлял, и насколько, то есть, тогда даже такое порицалось, да, сегодня мы вообще говорим о том, что хоть как-то, да, узаконьте, да, свои взаимоотношения. Нет, я согласен. Я этот, я просто, знаете, что думаю, я когда опять же разговариваю, да, с людьми, например, мне вообще нравится диалог, мне нравится дискуссия, иногда вот, ну, это и Армен, и Лера знают, мы попадаем в такие дискуссии, в нашей церкви много молодежи, которые атакуют тебя различными, у них аргументация сильная, там, ну, все эти моменты, мне иногда ты чувствуешь себя незащищенным, и Господь какие-то вот всякие штуки дает, да, как отвечать. Я, например, разговариваю с некоторыми людьми, говорю девушкам, ну, вот, вы поживете с парнем, он вам, вас убеждает, что вот мы сейчас поживем, посмотрим все прочее, и, например, девушка решилась на гражданский параг в 25 лет. Они пожили с парнем 5 лет, 3 года пожили вместе, и потом они понимают, он понимает, чаще всего он понимает, что они не, ну, любовь прошла, там, не мы друг для друга, там вся вот эта история, и он куда-то уходит. И знаете, что интересно, он находит себе девушку на 10 лет моложе, а она в 28, в 30 лет сидит у разбитого корыта. Вот пастор Сергей Непомнющик говорил про это синее-синее море, да, там, и она сидит около разбитого корыта, и все. И что ей делать дальше? То есть девушка, попадая в гражданский брак, она себя сразу бросает под танки, что, скорее всего, она останется ни с чем и никак. Ну, редко гражданский брак заканчивается браком, во-первых. Ну, это мы вообще про мир говорим, а в христианстве это называется грех и блуд. Да, то есть ты попадаешь вообще, ну, когда человек из церкви уходит в гражданский брак, он уже уходит вообще на другую территорию, и там он, ну, помимо всех вот этих вещей. Я более того скажу, меня сегодня больше беспокоит вопрос даже не гражданского брака, а как законный и христианский брак скрепить еще сильнее. Я сегодня вообще думаю про брачные контракты. Я задал вопрос недавно в одной социальной сети, и люди написали так. Ну, там было много разных комментариев, как обычно. Есть люди, которые всегда, они, неважно, о чем ты написал, они о чем-то другом все время говорят. И одна девушка написала так, мне очень понравилось, она говорит, хорошо бы брак у алтаря скрепить документально. Я подумал, ну, в принципе, да. Потому что вот потом, когда они расходятся, чаще всего страдает, ну, по крайней мере, в нашей стране страдает девушка с детьми, женщина с детьми, она остается одна, и что ей делать дальше. А муж пошел куда-то там, ну, какими-то делами заниматься. Поэтому я думаю, больше как бы застраховать и ту, и другую сторону, что если вдруг им в голову что-то взбредет, чтобы они хоть как-то потом могли жить. Хотя это само по себе странно уже. Ну, если сделать пластическую операцию, контракт тебе написать. Тогда, может, и парень не захочет. Два в одном. Ну, да, я думаю, что сегодня еще вопрос в том, что когда у нас есть некая статистика в стране о количестве разводов достаточно больших, то законный вопрос, ну, а зачем тогда скреплять себя вот этими обязательствами, если мы видим, что большинство людей их не выполняют. Тогда, может быть, действительно проще и не давать обещаний, которые ты, ну, или там большинство людей не в состоянии... Ну, это опять же влияние мира сильное, да. То есть и на церковь, когда мы говорим, влияет ли мир на церковь, сильно влияет. Но то, что происходит в мире, эхом отображается на церкви. Например, взять статистику разводов. 50 лет назад их в мире, в нашей стране было не такое количество, как сейчас. 50 лет назад в церкви вообще разводов не было. Когда растет развождаемость... Ну, пускай будет. Когда растет развождаемость в мире, она так или иначе влияет и на церковь. И получается, вот этим как бы эхом отдает на церковь, и церковь все равно находится в этом влиянии. Например, я раз говорю, нам не очень-то хорошо, если у нас есть близкие друзья, те, которые развелись или хотят развести все прочее, они влияют на нас. Я часто молодым парам, которые поженились, я говорю, вам нужно общаться с людьми, которые имеют крепкие браки, потому что они смогут обогатить ваш брак. Когда молодые пары, которые поженились, общаются только с неженатыми, или еще, не дай бог, в их кругу общения есть люди, которые развелись, или думают по-другому, это будет влиять на них брак. И когда у них придут проблемы, они придут вот к этим людям за советом. И эти люди какой им совет дадут? Конечно же, ерунду, да? А те люди, которые женаты на 3, 5, 10 лет старше, они скажут, а, сколько вы женаты? Ко мне пара одна недавно пришла, у них были проблемы, они прошли их, слава богу. Я спросил, сколько вы женаты? Они сказали, 9 лет. И я помню наш 9-летний кризис в семье. Я прям понимаю, что с ними произошло, и ты говоришь, надо просто пройти. А если бы они пришли к тем, которые развелись в 9 лет, они сказали бы, не, бесполезно, разводитесь. Ну, то есть вот поэтому хорошо себя скрепить тоже людьми, которые вот в этот момент, когда вот это все влияние идет, понимать, что за брак нужно сражаться, брак стоит чего-то, да, и там вот эти все вещи. Брак, ну, такой момент, да, когда мы говорим, нет ли такого образа идеального брака, который люди к чему-то, нет ли подмены понятий, что, знаете, брак это такая, как это на розовых облачках, радуги и все остальное, и поэтому люди, попадая в это, разочаровываются? Ну, я проповедовал даже об этом однажды, когда люди видят фотографию в социальных сетях, например, семьи пастора Мацулы, там дети все стоят по уголкам, да, Мацула с Библией, да, там, Ранди, и они думают так, что пастор Мацулл домой заходит, да, дети уже с Библией встречают его, Ранди на пианино госпел играет, они поклоняются все полчаса дома, потом молятся вместе. Мы спросили у пастора Мацуллы, как часто он читает вместе, он и Ранди читают Библию. Он говорит, редко, мы по отдельности читаем. Мы были женаты уже лет 15, наверное, с Катей. Мы такую свободу получили. Почему? Потому что у нас никогда, я не могу с Катей читать Библию, потому что я буду перебивать ее, она меня, ну как мы, по ролям читать будем, ну это какая-то сложная история, да. Но есть браки, у которых это получается. Дай Бог, пускай получается. Но вот то, что ты говоришь, иногда мы рисуем себе идеальную картину, но нам также в церквях необходимо говорить о наших каких-то трудностях, поражениях где-то, да, где-то мы там не поняли друг друга, открывать вот. Поэтому я часто вдохновляю служителей вести свои социальные сети и писать, что по-настоящему в их жизни происходит, а не только выкладывать счастливые лица. У меня даже статистика есть такая. Чем люди больше улыбаются в социальных сетях, в браке, тем скорее всего у них больше проблем. Ну, чаще всего приходят к тебе те, у которых, ну вот у них сверху все хорошо. Поэтому лучше меньше там улыбаться, чем… По поводу чтения Библии у нас тоже, я вот, когда вышла замуж, мне там через неделю написали… В смысле, как-то вышла замуж? Когда? Ну, в смысле, мне прям, о, ну, вы же там эту Библию вместе еще не начали читать? Я такая, нет, ай, не начнете. Ну, то есть, тоже моих большинство друзей сказали, что это, ну, вот, наверное, опять же какой-то образ, которому… И да, есть люди, у которых это получается, но в то же время понимать, что это нормально, если не так. Да, и самое главное, не чувствовать себя некомфортно, если у вас это получается. Я был на одном интервью, у меня один парень стоял в конце зала, вопросы задавали разные, ну, вот такие вопросы задавали. И он задал мне вопрос, очень стесняясь и очень скромно. Вопрос звучал так, какая у тебя любимая глава в Библии? Я подумал, чувак, этот вопрос надо громче задавать, не стесняясь такие вопросы. Он думал, что у него такой банальный, такой простой вопрос. Я говорю, у меня самая любимая глава, это 11 глава послания к евреям, потому что я люблю эту главу, мне начали разговаривать. Но часто мы, имея вот эти какие-то… Муж-жина, если вы читаете Библию вместе, у вас получается, да продолжайте, развивайте эту культуру. Может, вы еще увлечете много туда людей, может, вы какой-то способ нашли, они просто послушали, сейчас нас думаете, о, мы читаем жену Библию, ерунда какая-то, да? Не, ну мы с Катей тоже обмениваемся, иногда мы читаем вместе. Но я слежу за тем, что в браке мы читали Библию в нашей семье. Если Катя не читает несколько дней Библию, я спрашиваю, что там у тебя по плану-то сегодня? Она говорит, а я вечером читал или там утром читал. То есть я задаю эти вопросы. Класс. Я вам в заключении, наверное, скажу, время заканчивается, что сегодня брак сильно атакован вообще миром, потому что это Бог сотворил брак, и это божественный институт, и сегодня браки переживают трудность неспроста, не потому что вот, ну как бы такая история, а потому что дьявол ненавидит брак, потому что Бог сотворил брак как образы подобия Бога, и в этом плане, конечно, церковь сегодня сильно под ударом. И, конечно, нам надо думать о том, чтобы не проповедовать об этом, учить об этом в церквях, развивать эту историю семейные, всякие разные там темы, да, там Алексей когда-то тоже делал много разных домашних групп, именно семейных, где люди укрепляли друг друга. И как вчера тоже пастор проповедовал о том, что пробуждение придет через семью, это тоже очень сильно, потому что сегодня, когда весь мир с ума сходит в семьях, да, что церковь сегодня должна быть правильным, таким радикальным ответом до этого мира. Поэтому вместо того, чтобы нам как бы отходить, наоборот, нам усилиться надо в этом плане и сильно вкладывать в молодежь, в новые семьи, которые растут, и укреплять те, которые уже есть. Поэтому это такой большой вызов, который каждая церковь должен думать о том, что я могу сделать, чтобы в нашей церкви, чтобы в моем обществе были сильные, крепкие браки. Аминь. Спасибо большое. Давайте поблагодарим наших спикеров. Спасибо. Спасибо.